Парки под охраной в городской администрации прошли общественные слушания, касающиеся территорий под так называемые памятники природы. Специалисты профильного департамента планируют зафиксировать границы парков и водохранилищ. Будет даже увеличение площади этих особо охраняемых природных территорий. Грубо говоря, сейчас сливаются памятники природы, парк 905 года вместе с водохранилищем на Талке. И в ходе этого слияния будет площадь увеличена. И также Талка тоже, ой, извиняюсь, Харенка, парк Харенка и водохранилище Харенка, они тоже будут сливаться. Получится две природоохраняемых зоны. Они обретут новый особый статус в парке культуры и отдыха Ивановской области. В каждом будут определены участки. Зона активного отдыха, тихого отдыха, зона регулируемого посещения, а также акватории. Однако общественники уверены, с каждым годом природоохранной площади становится меньше. Например, парк Харенка сократился на 7 гектаров. Мы выезжали на эти места и уже определили, что там уже многие места загажены и заезжены машинами и так далее и тому подобное. О том сейчас говорить объединение, очень понятно все это, почему они хотят объединить водную часть и часть земной земной. Потому что, чтобы скрыть то, чего, соответственно, было убыло, было уничтожено. Специалисты отметили, не стоит путать природоохранные зоны и парки. Это разные вещи. Но площадь территории обещали еще раз проверить, хотя никакое межевание не было запланировано. Если мы посмотрим на приватную прокослиму, то увидим, что у нас все ценные участки леса более или менее ценные, которые поставляют высокую экологическую ценность, которые активно используются людьми в хозяйственной деятельности, но могут выполнять хоть какие-то экологические функции в территорию ОПТ включены. У ивановцев, живущих в непосредственной близости от охраняемых уголков, вопросов и комментариев по существу не было. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.